В игре Diablo 2 есть особый тип урона, так называемый урон чистой магии, по-английски Magic Damage. Почти ни у кого нет сопротивляемости от этого вида урона, причем речь идет как об монстрах, так и об игроках. А самый сильный персонаж, убивающий чистой магией, это как раз Хэмер Дин, герой нашего гайда. Он превосходит по убойной мощи почти любой билд из существующих в игре, не требует каких-то феноменально дорогих вещей, собирается на коленки из случайно найденного хлама и галопом пробегает все три уровня сложности игры. Хэмер Дин был абсолютный имбой на протяжении 19 лет. Годами по батлнету бегали тысячи хэмердинов, совершенно одинаковых, как клоны, и приносили своим владельцам крутые вещи и редкие руны, иначе они не были бы так популярны. Хэмер Дин нагибал абсолютно все живое в любой локации, и только последний патч, вышедший в апреле этого года, немножко ограничил его универсальность. Но это по-прежнему самый сильный билд Паладина и один из наиболее крутых персонажей в игре. Мы поговорим о том, как его раскачивать и одевать с самого начала. Наш персонаж первого уровня отправляется в Дэну Фивил. Первое очко скиллпоинтов, которое он получает, он тратит на умение Сакривайс, которым будет колотить врагов. Следующее умение — это аура Майт, которую вы также открываете. Вы берете Майт Сакривайс и колотите какое-то время врагов. Дальше три очка вкладываются в защитную ауру сопротивления к огню, которая пригодится нам позже на шестом уровне, потому что на шестом уровне вам становится доступна аура Холифайр. И далее вы бегаете уже с аурой Холифайр. И качаете ее до тех пор, пока вы не достигнете 12 уровня, когда открывается навык Зил. Вот таким образом. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый скиллпоинт вы кладете в ауру Холифайр. Затем вам открывается быстрая атака сил, и вы меняете атаку на левый клавиш мыши, для того, чтобы быстрее бить, быстрее наносить огненный урон вашим врагам. Далее вы качаете ауру Холифайр до тех пор, пока ваш персонаж не достигнет 21 уровня или не пройдет третий акт игры. Ну, что произойдет раньше. Таким образом, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый уровни вы вкладываете сюда. Потом необходимо сделать респект. Как я сказал, на двадцать первом уровне или по прохождению третьего акта. Вы делаете респект и превращаетесь уже в полноценного хаммердина. Если вам интересно, как статпойнты раскидывать, ну, я думаю, максимальное количество силы, которое вам может понадобиться, это где-то сорок восемь единиц. Столько требует широкий меч, провод сорт, в котором вы, возможно, захотите собрать себе спирит, когда пройдете уровень сложности норма и будете выходить на найтмар. Вот. Ловкость качать не советую, поскольку в любом случае у нас не будет блока. Холиш-шилд качается в посреднюю очередь. Все оставшиеся очки вкладывайте в живучесть. Когда вы сделаете респект хаммердина, возможно, имеет смысл около, там, 30 очков закинуть в энергию, для того, чтобы у вас было больше базовой маны. Сделали респект на двадцать первом уровне. Что прокачивать? Ну, в первую очередь, необходимо прокачать наше основное умение — ласт хаммер. Ласт хаммер открывается на восемнадцатом уровне, соответственно, на двадцать первом. Игра разрешит вам вложить в него четыре скиллпоинта. Вот. Далее необходимо открыть ауру концентрации, которая тоже становится доступна на восемнадцатом уровне. Она увеличивает урон молотков в половину того значения, которое написано. То есть здесь написано плюс 60, увеличение будет на 30% урона молотков. Все равно очень даже неплохо. Давайте поставим, посмотрим, что у нас получилось. 53, 58. Ну, конечно, это не аура, а хулифайр. Но мы еще не вложили наши очки синержи. Вот. У нас есть как минимум 15 очков, которые мы можем вложить в синергирующие навыки. И я очень советую прокачать ауру вигар. Сколько она полезна, позволяет быстро бегать. Вот. И мы вкладываем все свободные очки в ауру вигар. Которая дополнительно дает по 14% урона. За каждое вложенное очко молотку блэсит хаммер. И вот уже урон возрос значительно. И сравним с уроном, который мы наносили огнем. Но если огнем вы никого не убьете в четвертом акте Хэлла, потому что там шансы на попадание будут 50%, то блэсит хаммер попадает абсолютно всегда. И наносит максимальный урон именно тот, который здесь написан. Поэтому данный скилл суперэффективен и является едва ли не лучшим навыком в игре. В принципе, для скоростного прохождения Диабла и убийства всех монстров, существующих в этой игре. Собственно, далее вы идете по сюжету игры, качаетесь. В первую очередь я советую прокачать блэсит хаммер. Потому что урон максимально растет от прокачки вашего основного умения. Во вторую очередь я советую довести до конца одно из синергирующих умений. Ну, в данном случае вигар. То есть вы докачиваете до конца блэсит хаммер и вигар. Потом вы докачиваете до конца концентрацию. И в последнюю очередь вы докачиваете блэсит хаммер, второй синержей к молотку. Таким образом вы точно не ошибетесь и будете на любом игровом этапе иметь очень высокий урон вашего паладина. В самую последнюю очередь прокачивается умение холи шилд. Ну, естественно, когда оно становится вам доступно, я советую вложить хотя бы один скиллпоинт, чтобы им пользоваться этим умением. И впоследствии оно будет докачиваться до упора. Таким образом базовая прокачка заканчивается на 78 уровне у хаммертина. А окончательно он достигает совершенства на 97 уровне, когда полностью докачивает навык холи шилд. И больше ему не нужно ни во что вкладывать очки. Ауру редэмшн мы вкачнули на единицу для того, чтобы восполнять здоровье и ману после того, как мы убиваем монстров. Это очень полезная аура, но качать ее больше, чем на единицу не надо. А что же касается силы, ловкости, живучести и энергии, то следует распределять исходя из того, какие вещи вам доступны. Я подобрал довольно дешевую экипировку, все вещи здесь примерно не стоят ничего. И при этом паладин в этом наборе снаряжения будет крайне эффективен и не зависящий от каких-то конкретных вещей, которые вам должны дропнуться. Итак, в первую очередь мы доводим до максимума нашей сопротивляемости и шанс блока. Сопротивляемости. За них отвечает кинжал Визард Спайк, который мы носим в правой руке, и щит Спирит в левой руке. Многие ребята, играющие за паладинов, очень долго бегают с мечом Спирит. Я советую от него отказываться сразу же, как только у вас есть возможность найти или выменять у кого-то Визард Спайк. Поскольку этот предмет полностью закрывает проблему с сопротивляемостями, позволяя во все прочие слоты поставить как можно больше плюсов к навыкам. Поэтому, хотя Визард Спайк и не дает плюс 2 к навыкам, как Спирит, на самом деле он дает вам гораздо больше. Кроме того, здесь тонна базовой маны и колоссальная скорость каста, что пригодится, поскольку молотки это магия, и мы, собственно, колдуем. Что касается щита. Вы должны найти любой щит с любого уровня сложности, норма, найтмар, хелл, неважно. Главное, чтобы там был базовый бонус к сопротивляемости. На паладинских щитах бывает до плюс 45 базовых сопротивляемостей. Это еще до того, как вы сделаете какое бы то ни было рунное слово в нем. Здесь я нашел простенький щит с 30 сопротивляемостями и собрал в нем Спирит. Если Спирит у вас получился не перфектный, то есть там значение не 35, а 25%, это не проблема. Но вы должны потихонечку собирать руны, бегая на графиню на Хэри или в Травенкал на Хэри. Там и там падают руны, вы их собираете и используете их для того, чтобы сжечь в вашем Спирите руны и сделать себе Спирит получше. И так до тех пор, пока вы не сделаете вот самый лучший Спирит со скоростью каста 35%. Я объясню, зачем это нужно. Но в текущем подборе снаряжения ему такая скорость каста не требуется. То есть даже если бы Спирит у нас был антиперфектный, мы бы набрали 75% брейкпоинт, который позволяет со скоростью 10 фреймов колдовать. Это неплохо. При этом у нас максимальная сопротивляемость, ну почти можно чуть-чуть добрать какими-нибудь чармами в инвентаре, поскольку он у меня совершенно пустой в настоящий момент. И 75% блок, ради которого пришлось вот всего лишь 128 очков забросить в ловкость дополнительно. Вот, все оставшиеся, естественно, мы вкладываем в живучесть. Энергия на данном этапе игры не качается и сила исключительно под вещи. Ну, самая тяжелая вещь у нас это ботинки, 95 требований к силе. Итак, мы закрыли вопрос с сопротивляемостями, закрыли вопрос с блоком, 75%. Да, блок помогает защититься от физического урона, сопротивляемости от урона магии. Что мы ставим во все остальные слоты? Плюс скилз и мэджик файнд. На голове так называемая корона бомжей, пезант краун, мы вставили туда топаз. На теле рунное слово уэлф, лем, ко, тир. Мы используем именно его, поскольку на старте сезона скулдер стоит каких-то нереальных денег. Скулдер, конечно же, лучше, но всегда можно пользоваться вэлфом, который не стоит ничего и совершенно спокойно собирается себе на коленке без помощи других игроков и торговли. На шее мы носим синий амулет плюс 3 комбат скилз. Такой легко можно нагэмблить у гида или любого другого торговца. Все, что вам нужно, это какое-то количество золота, добытого в травинкале. Мы носим 2 нагелеринга с случайными параметрами поиска магических вещей. Ну, любые подойдут. Пояс голдрэп, опять же, ради поиска магических вещей. И перчатки ченсгардс ради всего того же. Перчатки ченсгардс и пояс голдрэп берите самые поганые. Вот, потому что на вот эти хорошие пояса будет высокая стоимость из-за спроса со стороны варваров, а на хорошие перчатки будет спрос со стороны волшебниц. Возьмите самые голимые, вам сойдет для хаммердина. И вот у нас 234% Magic Find, сересистый блок на максимуме, скорость каста шикарная. Вообще суперский паладин получился, при том, что мы собрали его за 2 копейки. И на смену оружия мы поставили посох с телепортом. Не обязательно наш пазлер, вы можете еще в процессе прохождения, даже не можете, вы должны сходить к Дрогнану на кошмаре и добыть там посох с зарядами телепорта. Ну, это проще всего делать именно у Дрогнана на кошмаре, потому что вы выходите из города, он как раз рядом с выходом находится, и быстро у него обновляется инвентарь, вы смотрите до тех пор, пока у него не появится посох с зарядами телепорта, собственно, который вам нужен. Вот. Что может это делать паладин? Да, в принципе, все. Он фармит Травенкал, он фармит Святирищ Хаос. Это, наверное, две основных локации, куда вам стоит бегать, и где вы полностью оденете своего паладина, где вы найдете все необходимое для Энигмы, или что вы там еще хотите. Что касается наемницы, да, я выбрал именно наемницу, потому что она менее требовательна, чем мужчина из второго акта, чем наемник. Мы также собрали ей лук инсайт для того, чтобы наш паладин регенерировал ману. Не принципиально, какого качества лук. Может быть, он с нормой. Вот это лук нормального качества, крайне примитивный по урону. Но здесь бонус плюс три к навыкам. Напоминаю, что он работает на умение наемницы, и она получает соответствующие бонусы для своих умений. Вот Freezing Arrow, Cold Arrow и так далее. Что вы наденете на тело и на голову? Ей, честно говоря, не так принципиально. Главное, собрать какие-нибудь сопротивляемости на вашей наемнице. Любым предметом, который вы можете поставить ей на голову. Совершенно любым. И, ну, довольно хорошо смотрится Трэчери, поскольку она разгоняет скорость атаки, и, соответственно, наемница чаще стреляет своей замораживающей стрелой. Вот, в принципе, и все. Если вы уже немножко приоденетесь, и вам понадобится наемник потолще, который не так быстро откисает, как лучница, то, соответственно, нужно будет приобрести экипировку для араба. Это будет инсайт в литной болванке, какой-нибудь Колоссус Вулш или Криптик Акс, на Лебарда это будет, да? На теле будет все та же Трэчери, а на голову вы наденете или Корону Воров, или в Эмпайр Гейс что-то такое. Ну и такой очевидный апгрейд. Как только вы сварите себе 35% спирит, да, вот не абы какой, а 35%, вы можете поднять свой урон, разогнав скорость каста до максимума. Для этого вы мейджфисты ставите вместо перчаток Чензгардс, и берете два любых кольца, даже синих, и ставите их вместо нагель рингов. И скорость каста у вас возрастает, соответственно, до 125%, и вы получаете возможность очень эффективно уничтожать монстров, выпуская молотки каждые 9 фреймов. Ну, что касается перфектного содержения Хаммердина, то оно не менялось последние лет 15. В руке вы держите Хартлд Оак, на теле у вас Энигма, чаще всего Энигму собирают не в Архан Плейте, как здесь, а в Мейдж Плейте, потому что он требует меньше силы. На шее Амулет Мара Калейдоскоп, на голове Шака Харликинс Крест, со вставленной в нее руной Бер, ради повышения физической сопротивляемости. Но кое-кто вставляет Исту, Литопас, ради повышения Мэджик Файн. Так тоже можно. Мы носим Щит Спирит в болванке Сейкред Тарш, это лучшая элитная болванка, с бонусом плюс 45 к сопротивляемости. Базовым бонусом, поверх которого мы собрали еще перфектный Рунворд Спирит, с 35% скоростью каста. На ногах ботинки War Traveler, одно из колец дает нам скорость каста 10%, это главное, второе дает нам плюс один ко всем навыкам Stone of Jordan. Пояс Арахнит Меш, перчатки Мейдж Фист. С таким набором снаряжения, мы собираем 125% скорости каста, а именно столько нам и нужно для достижения максимальной скорости колдовства у паладина, за счет чего каждые 9 фреймов мы можем или телепортироваться, или выпускать молотки. Мы носим, естественно, торч для паладина и Анигилус, набиваем весь инвентарь палокомбат с киллерами, поскольку наш молоток больше всего бонусов получает именно от этих чармиков в инвентаре. Максимальное значение жизни на палокомбат с киллере 45. Какие будут маленькие чармики? Не принципиально, если у вас есть недобор по сопротивляемостям, то кладите на сопротивляемости, если нет, то кладите на 7% magic find. Это предельное значение для каждого маленького чармика. По распределению силы, ловкости и живучести, мы хотим как можно больше бахнуть в живучесть, а на силе сэкономить. Поэтому, собственно, многие паладины выбирают болванку Mageplate для Энигмы, поскольку тогда базовую силу не придется качать вообще. Ловкость качается под 75% блок. Не забывайте сначала наложить на себя Holy Shield и потом вкладывать очки в ловкость, чтобы не качнуть лишнего. И после этого все оставшиеся со спокойной душой бахните в живучесть, чтобы ваш паладин был зверски живуч. Энергию, естественно, не качайте вообще. По трате скиллпоинтов я уже говорил, что вы максите навыки Blessed Hammer, Holy Shield, Concentration, Blessed Aim и Vigor. И открывайте на единицу Redemption. Больше ничего вашему билду не надо. Есть немножко другой способ одевать хаммердинов на максимальный урон. Вот у нас сейчас 14 тысяч урона с молотка. Можно сделать 15. Если поменять Spirit на щит Геральтов за корум с руной Bear, это не принципиально, но полезно, и поменять одно из колец на второй Stone of Jordan. У нас будет 2 Соджа, Геральтов за корум, который даст не плюс 2, а плюс 4 к бластит хаммеру, и вот у нас урон будет уже 15 тысяч. Но проблема в том, что скорость каста замедляется до предыдущего брейкпоинта. Это не 9, а 10 фреймов на один каст. Соответственно, такой палатин чуть менее эффективен, хотя вы будете видеть более красивую цифру в статах вашего персонажа. Для хардкора палатинов можно одевать точно так же, как и для софткора. Собственно, это хардкорный палатин, но параноики одеваются на хардкоре чуть по-другому. На ноги ботинки Inferno Strike, чтобы вас невозможно было убить огнем. Пояс мы берем от Undergod Swigert, для того, чтобы нас невозможно было убить молнией. Молнией мы одеваем специальный амулет со скоростью каста. Вот. Для того, чтобы компенсировать то, что мы сняли пояс Арахнитмеш, крафтовый амулет. Не обязательно с такими божественными показателями, но что-то близкое нужно на хардкоре. И одно кольцо на Faster Cast Rate. И таким образом мы достигаем максимальной защиты от огня и от молнии. Крайне маловероятно, что наш персонаж получит хоть какой-то вред от этих стихий. Кроме того, он еще и абсорбирует значительную часть урона молнии, то есть лечится от него. Скорость касты у нас осталась по-прежнему на уровне. Да, вот нихрена. Чтобы она составила не меньше, нам нужно еще и второе God-like кольцо на Faster Cast Rate поставить. Да, вот теперь... Вот теперь у нас все четенько. 125% Faster Cast Rate. Да, шик, шик. Шик, блеск, попит, резк. А особо мнительные еще на голову надевают Crown of Age с двумя берами внутри, чтобы еще и к физическому урону ваш паладин был невосприимчив. Вот. Но это максимально упакованный паладин для хардкора. Я даже не знаю, как его можно рипнуть. Вот здесь колоссальный запас сопротивляемости. Damage Reduce, сопротивляемость к физическому урону 39%. Это просто чумовая сборка. При всем при этом, как только мы выйдем за ворот и обкричимся криками Барба, у него будет более 4000 жизней. Вот. То есть, ну, очень сложно представить ситуацию, где эта крайне живучая тварь возьмет и склеит ласты. Вот. Вот что у нас получилось по живучести. Теперь, что касается того, как одевать наемника. Ну, если вы не бегаете к Баалу, то берите себе дядьку из второго акта с аурой молитвы. Преер. Собственно, даете ему в руки инсайт ради регенерации маны. Инсайт вас еще будет лечить с удвоенной силой, потому что аура Преер багуется, и игра начинает думать, что у него активировано одновременно две ауры лечебных. Поэтому инсайт в руках именно этого наемника прикольная вещь, позволяет вам вообще все зерри выкинуть и не пить их почти никогда. Но есть одна проблемка. С этим наемником вы вряд ли убьете вторую волну миллионов Баала, потому что Хаммердин понерфлен, больше он не может их убивать ни Холиболтом, ни Молотком. Вот. Молотком он не может убивать вторую волну миньонов Баала с 2011 года, когда запретили Молотком пробивать сопротивляемости демонов и нежити. Раньше у них было такое свойство, что они игнорировали иммунитет к магии у демонов и нежити. А, собственно, с последнего патча 2.4 и Холиболтом вы тоже убивать нежить не можете, потому что Блотит Хаммер больше не синержи для Холиболта. Поэтому даже в самом топовом экипе Паладин наносит какой-то совершенно жалкий в пределах арифметической погрешности урон по нежити Холиболтом. Вот. Соответственно, единственный ваш способ избавиться нормально от второй волны миньонов Баала это суперкрутой наемник, который, по сути, в соло должен там всех победить. Вот. И самый сильный наемник в этой игре это, собственно, новый Фрэнзи Варвар. Вот. Новый Фрэнзи Наемник. Одевать его следует вот таким образом. Фортитюд на теле в эфирном каком-нибудь доспехе. И чтобы защиты было побольше, побольше. Непринципиально, какой будет на Фортитюд ролл по сопротивляемостям и по количеству жизни, но чем больше, тем лучше. Вот. Сказал вам. Фортитюд у меня далеко не перфектная. На голову мы надеваем ему Андарь Эльвизаж с джевелом 15% скорости атаки и какой-нибудь сопротивляемостью к огню. Да. Лучше всего 30% сопротивляемость к огню, чтобы погасить вот это негативное свойство Андарь Эльвизажа. Минус 30 ресисток к огню. Ну, можно и меньше, если наемник у вас опытный, у него высокие ресисты в любом случае. Вот. То есть, я думаю, что с наемник 85 уровня, то будет достаточно джевела на 19 сопротивляемости к огню. Это совсем недорого будет стоить такой предмет. Никаких-то феноменальных денег. Что касается оружия. Оружие очень дорогое и очень крутое. Ну, как, наверное, и должно быть у самого сильного наемника в игре. У нас используются два эфирных меча Head Striker, которых отапгрейдили по рецепту в кубе, пробили в них дырки, а теперь мы должны вставить в них джевелы, каждой стоимостью в три руны Берр. Это джевела 15 максимального урона и плюс 40% enhanced damage. В чем прикол этого оружия? Почему оно сильнее, чем гриф на наемниках? Потому что свойство maximum damage будет умножаться на 3, а свойство enhanced damage будет умножаться на 2. Этот парниша, Френзи Мерк, забагован. На эти цифры вы не смотрите, но я вам отвечаю, что с двумя вот такими Head Striker'ами он наносит самый большой из возможного урон. И это просто невероятный монстр, который позволит вам убить вторую волну миллионов вала. Давайте я покажу как. Я специально не телепортируюсь, чтобы не перемещать Сигурда, чтобы он продолжал бить тех монстров, которых он бьет. Еще можно намеренно использовать Ауру Редемшн, чтобы они никого больше не поднимали. Вот. Но это на одном PPL, он с такой скоростью их убивает. На 8 PPL, конечно, уже будет не так эффектно, но тем не менее, это лучший ваш способ избавиться от второй волны миллионов баллы, а с которыми баллы хотите бегать. Есть другой вариант. Вы можете сманить вот этих врагов, использовать смайт плюс концентрацию, да, и вот так вот бить своим смайтом, который наносит что-то около вот двух с половиной тысяч урона. Проблема в том, что у вас медленный смайт и в том, что, ну, это нефть, в принципе, она за вами не пойдет. Вы так несколько минут потратите, непонятно на что. Ну, проще одеть нормального наемника или уж вообще не бегать на баллах. Кому как... Ну, не лучший это босс с точки зрения вот как раз коммердина. Мне довольно часто задают на стримах вопрос, как правильно выпускать молотки, чтобы они немедленно поразили желаемую цель. Ведь молоток движется по спирали и может не попасть противника, если вы его криво запустили. Секрет прост. Вставайте всегда снизу справа от вашей цели. Когда молоток начинает раскручиваться по спирали, он сначала летит вверх, а движется он по часовой стрелке. Так что, если встанете, как я сказал, то будете стабильно попадать. Давайте подведем итоги. Хаммердин лучше всего подходит для забегов святилища хаоса и травенкау. Годится для фарма локаций 85-го уровня, может эффективно зачищать коровник и даже способен убить клона Диабло самостоятельно, добыв себе Анигилус, но там придется использовать один трюк для остановки его регенерации. Нужно будет надеть на вашего паладина любой предмет со свойством ревент монстр хил и ударить клона Диабло с майтом. После этого он потеряет способность бешено регенерировать здоровье и вы сможете убить его молотками, как и любого другого монстра. А вот уберквест Хаммердин пройти не может. У больших боссов в убернике таки есть сопротивляемость от чистой магии и очень высокая. А свойство превент монстр хил на них вообще не действует. Поэтому для выполнения уберквеста Хаммердина обычно переодевают и перекачивают в смайтера. Играть в ПВП Хаммердином тоже можно. Это не топовый персонаж для дуэлей, но крепкий середняк. И что является большим плюсом, не нужно подбирать какую-то специальную экипировку. Вы можете дуэриться в той же одежде, в которой только что сражались с монстрами. Еще Хаммердин это лучшая нянька для новых персонажей. Он идеален для оказания услуг по протаскиванию целых групп низкоуровневых героев до самого конца игрового сюжета. Везет шестерых пассажиров по Хеллу без риска и жалоб. Так что этот чернокожий парень один из самых универсальных персонажей в игре, который позволяет попробовать все виды эндгейм-контента в Диабло 2 и узнать игру с разных сторон. Удачи тебе, новый адепт священного молотка! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok